За время царствования императора Николая II, русская православная церковь обогатилась большим числом новых святых и новых церковных торжеств, чем за весь XIX век. В 1903 году, ознакомившись с материалами к прославлению великого старца Серафима Саровского, царь не согласился с мнением Синода и дерзновенно начертал немедленно прославить. Летом того же года царская чета приехала в Саров на великое духовное торжество, собравшее сотни тысяч православных русских людей. Государь пешком, благоговейным паломником, на своих плечах нес гроб со святыми мощами угодника Божьего и причащался вместе с государами святых Христовых Тайм. 1 августа в Сарове государь записал в дневнике. «Дивен Бог во святых его! Велика неизреченная милость его, дорогой России! Невыразимо утешительна очевидность нового проявления благодати Господника всем нам! Натя Господи уповахом! Да не постыдимся вовеки! Аминь!» В Дивейском монастыре их величество посетили блаженную старицу Пашу Саровскую, которая предсказала трагическую судьбу царской семьи. Православная Россия в те памятные дни трогательно выражала царю и царице свою любовь и преданность. Здесь они воочию увидели подлинную святую Русь. Саровские торжества укрепили в царе веру в его народ. Государь сознавал необходимость возрождения России на духовных началах Святой Руси. «Царство русское колеблется, шатается, близко к падению», – писал в то время праведный Иоанн Кронштадтский. И если Россия не очистится от множества плевел, то она пустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божьим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония.